В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О ковиде из первых уст и исполняющей обязанности главного врача КБ-50 рассказала о ситуации с коронавирусом в Сарове. Служба помощи четвероногим волонтеры Акбара получили президентский грант. Динамо против Болевестника продолжается чемпионат города по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. На массовые мероприятия сертификатом о прививке в Нижегородской области усиливают ограничительные меры. Согласно изменениям в указ о введении режима повышенной готовности организаторов, участников, зрителей, посетителей и других лиц допустят на массовые мероприятия только при предъявлении оригинала одного из следующих документов. Сертификаты профилактической прививки от COVID-19, отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, срок действия не более трех дней. Для несовершеннолетних результатов экспресс-теста на антитела вируса Сарков-2, срок действия не более трех дней. Результаты исследования на наличие антител COVID-19, срок действия не более 60 дней. Универсального документа посетителя мероприятий будет разработан в срок до 21 июня. Подтверждения будут необходимы при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий. Эти требования касаются также мероприятий на свежем воздухе, добавил Глеб Никитин. Глава региона подчеркнул, все организации с пребыванием людей должны обеспечить неукоснительное соблюдение масочного режима. Это в первую очередь касается организаций транспорта и торговли. Кроме того, работодатели должны перевести на дистанционный режим всех сотрудников, чье непосредственное присутствие на рабочем месте не требуется на период с 21 июня по 21 июля. При этом уйти на удаленку должны не менее 30% сотрудников. Это требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, органы государственной власти и местного самоуправления, медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы. Кроме того, привить поручили работников дошкольных образовательных организаций, организации отдыха детей и их работников, дошкольных образовательных организаций, организации отдыха детей и оздоровления, детских игровых комнат, аттракционов и иных объектов для отдыха и развлечений детей. Или этим категориям необходим тест на наличие антител, сделанный за счет работодателя. Готов ли Саров к третьей волне коронавируса? Сколько коек развернуто для пациентов, которым требуется госпитализация? Больше ли стало тяжелых форм болезней? Какими вакцинами прививают саровчан? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью нашему каналу ответила исполняющая обязанности главного врача КБ-50 Вера Маслова. Трое саровчан сейчас лежат в больнице в тяжелом состоянии. Двое из них подключены к аппарату ИВЛ. Третья волна коронавируса накрыла Россию и Саров не остался в стороне. Если три недели назад в инфекционном отделении от ковида лечилось семеро саровчан, то сегодня их уже 37. Отличительная особенность этой волны в том, что помимо групп риска она больно ударила по молодым людям. Мы даже на таком вот небольшом пока количестве, там 30 с небольшим человеком, вот 37, могу сказать, что больше половины это лица очень молодого возраста. И сразу, во-первых, уменьшается инкубационный период. Вот в третью сейчас волну инкубационный период меньше. Дальше вот он почувствовал себя плохо, он может через 2-3 дня уже стать просто тяжелым. Болеют дети по состоянию на 17 июня таких 8 человек. Один ребенок был госпитализирован, но его уже выписали под амбулаторное наблюдение. Пока дети болеют легко, прививки для них еще нет. Детская вакцина в разработке должна появиться к осени. КБ-50 развертывает дополнительный коечный фонд. С 15 июня количество коек для коронавирусных больных увеличено до 60. Корпуса, которые работали с ковидом, при необходимости вновь будут перепрофилированы. В пик эпидемии было занято 300 коек. 5 тысяч человек одномоментно наблюдали на дому. Сейчас медики надеются, что такой высокой заболеваемости удастся избежать. Заболеваемость будет расти, но все-таки мы надеемся, что вот такого пика, как во второй волне, не должно быть. Потому что у нас, во-первых, 16 тысяч переболело. Дальше вот мы 12 тысяч с небольшим уже двумя компонентами привили. 14 тысяч там 169 мы привили первым компонентом. Есть среди вновь заболевших и те, кто перенес ковид раньше или сделал прививку. Большинство из них, посчитав, что вирус больше не страшен, пренебрегали средствами защиты. Причем у тех, кто переболел коронавирусом, болезнь протекает тяжелее. А вот у привитых, наоборот, в основном легкое течение. Из тех, кто полностью привит двумя компонентами, заболели только 14 человек. Это меньше 1% от числа привитых. Это возможно. Почему возможно? Потому что даже вот наиболее сильная считается вакцина гам-ковид-вак, это вот спутник ВИ, она дает иммунитет только в 91, там с десятыми процентов. То есть считайте, что 8% иммунитет на эту вакцину не вырабатывается. Был в Сарове случай тяжелого течения болезни у привитого человека. Исследования показали, что вирус, который проник в клетку пациента, был мутированным, способным ускользать от антител. Тем не менее, даже 91% защиты, которую дает прививка, позволит создать стену, через которую вирусу будет тяжело проникнуть. Подробнее о вакцинации в Сарове мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В Москве ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий. Прививку необходимо сделать работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим. Московская область тоже объявила об обязательной вакцинации для отдельных групп граждан. Нужно ли вводить ее в Сарове, наша съемочная группа спросила у горожан. Уже 4 региона ввели обязательную вакцинацию для всех категорий граждан. К примеру, Москвы последовали Подмосковье, Кузбасс и Сахалин. Не исключено, что такие меры примут и в Нижегородской области, но пока власти лишь ввели новые ограничения. Мы решили узнать с Саровчан, что они думают об обязательной вакцинации. Положительно. Обязательно надо вакцинироваться. Наверное, принудительная вакцинация должна быть в соответствии с состоянием здоровья человека. То есть нужно как бы человеку пройти обследование, если он в чем-то сомневается. Но если люди здоровые, то, конечно, нужно прививаться. Принудительная? Ну, я вот никуда не принуждал. Я отказалась и все, потому что мне нельзя. Ну, если все будут прививаться, конечно, меньше будет болезней. Вакцина, скорее всего, она все-таки полезна, должна помогать, но принудительно все-таки это лишнее, мне кажется. После вакцинации прекрасно жить. Ну, как рекламируют. Израиль стал первой стороной, где добились коллективного иммунитета и постеменно снимают ограничительные меры. Активно прививается и Европа. Но у россиян по-прежнему появляются многочисленные отговорки, чтобы не делать прививки. Причины у всех разные, но в большинстве случаев это недоверие к вакцинам и к власти. Каким будет итог борьбы с эпидемией в нашей стране, зависит от нас самих. Госдума приняла закон, обязывающий кредиторов и коллекторов общаться только с должниками, а с их близкими и знакомыми только при условии их письменного согласия. В любой момент свое решение можно будет поменять. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Школы Нижегородской области вправе сами определить формат выпускного. Как сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики региона, форматы даты проведения выпускных мероприятий каждая образовательная организация принимает самостоятельно. Меры, которые введены в отношении школ, профилактические. Однако из-за роста заболеваемости контроль за соблюдение мер профилактики будет усилен. Очередная домашняя игра футбольного клуба «Саров» пройдет в субботу, 19 июня, начало в 16 часов. Соперником нашей команды станет «Темп» из «Кулебак». Сейчас «Саров» находится на 10-й строчке турнирной таблицы. «Кулебакская команда» – один из лидеров первенства области по футболу для лиц старше 12 лет. Три аварийных повреждения за год на «Мире-24» отремонтировали один из участков кольцевой сети. Старый стальной трубопровод послужил в два раза больше своего гарантийного срока. Его эксплуатировали около 40 лет. В последнее время на нем происходили систематические прорывы, что и послужило основной причиной внепланового ремонта. Старая труба раскапывается в одном месте, то есть происходит не полная раскопка участка, в чем как раз суть экономии, а происходит раскопка небольшого участка, данный участок демонтируется, оставшаяся труба становится пилотной скважиной. Трубу после сварки погрузили в старый трубопровод, соединили в колодцах. Так, благодаря современной технологии, ремонт удалось провести только на самом проблемном участке, что позволило сэкономить время и ресурсы. Работы провели за один день. Изготовитель утверждает, что новая труба прослужит 50 лет. Клуб любительского собаководства «Акбар» в центре внешкольной работы выиграл президентский грант. 500 тысяч рублей активисты получили на реализацию социального проекта «Служба помощи четвероногим». Что он из себя представляет и кому призван помогать, расскажем далее. Идея проекта «Служба помощи четвероногим» появилась у волонтеров и активистов «Акбара» после второй волны пандемии. Осенью и зимой, когда люди с положительным тестом на ковид и контактные не могли выйти из дома, добровольцы взяли на себя заботу об их собаках. Выгуливали животных, приносили корма, возили к врачам. В это время звонки поступали не только от больных. За помощью обращались и те, кто уже переболел и страдал от последствий коронавируса. Им приходилось отказывать. Тогда и решено было расширить рамки помощи. «Если человек заболел, или если бабушка, или что-то с вами случилось, то как раз вы можете позвонить нам, и мы тогда погуляем с собачкой. Если надо будет, свозим ветлищебницу. Если надо будет, купим корм. То есть, ну, примерно то же самое, что мы делали и в пандемию. Но только теперь всем нуждающимся, которым мы, к сожалению, в то-то не могли помочь, а теперь сможем». В полную силу проект заработает осенью. 500 тысяч рублей, которые Акбару выделил фонд президентских грантов, пойдет в основном на закупку средств индивидуальной защиты и обмундирование волонтеров. «Именно вот из-за того, получается, что нам не хватало тех же самых сумок. Да, потому что, например, ты ходишь, когда гуляешь, у тебя еще в придаче, кроме собаки, еще там пакетики для убирания, там, я не знаю, блокнот, ручка. Это тоже надо было, потому что каждое все-таки животное индивидуально, со своими особенностями. То есть, это надо знать». В ближайшее время предстоит набрать команду волонтеров. Если вы желаете присоединиться к проекту, звоните по телефону. В молодежном библиотечно-информационном центре стартовал проект «Библиотечный дворик». По средам там будут проходить интерактивные программы для детей и подростков. Первое занятие было посвящено дню рождения Незнайки. Подробности далее. Механик Винтик, доктор Пирюлькин, поэт Светик и художник Тюбик. Это персонажи, полюбившиеся многим малышам трилогии про Незнайку, детского писателя Николая Носова. Книга учит важным вещам – дружбе, взаимопомощи, трудолюбию. Каждый ребенок находит в ней что-то свое, близкое сердцу. Незнайка очень весело своих друзей нарисовал. Он нарисовал своего друга доктора, вместо носа длинный-длинный градусник. И нарисовал друга пончика, который любил пончики, так, такого большого, что он даже на лист не поместился. Первым заданием библиотечного дворика была викторина. Гостей праздника проверили на знание сказки. Трудностей у ребят с этим этапом не возникло. А вот этап стихосложения поставил их в небольшой тупик. Срифмовать такие слова, как «шар и комар» или «речка и печка» оказалось непросто. Следующее задание – активное. Бег с яблоком. Это мы бегали, и не надо было уронить яблоко. Но я, когда пробежался, ну, конечно, я с яблоком один раз упал, но я его поднял. Как бы мне все понравилось. Это первая встреча библиотечного дворика после пандемии. Тема была выбрана не случайно. Доброй и светлой трилогии в этом году исполняется 50 лет. День рождения Незнайки получился ярким и очень увлекательным. В молодежном библиотечно-информационном центре такие встречи будут проводить каждую среду. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Сыбин. Служба новостей. Саров, 24. Продолжается чемпионат города по футболу. В очередном матче второго тура встретились команды «Буревестник» и «Динамо». Как шло противостояние сильнейших команд турнира, расскажем далее. В этом году в чемпионате города по футболу принимают участие 14 команд. В их составе опытные игроки и те, кто только пробует свои силы во взрослых соревнованиях. В очередном матче давние соперники «Буревестник» и «Динамо ВЧ» выясняли, кто окажется сильнее и займет лидирующую позицию в турнирной таблице. Сегодня встречаются равные соперники. Мы всегда претендуем на первые места, что в ВЧ, что мы будем терпеть, попытаемся выиграть. С самого начала команды боролись на равных. Нападающие старались сыграть неожиданно, на опережение, обойти оборону противника и забить заветный гол. Никто не хотел уступать, но к концу первого тайма «Буревестнику» удалось завладеть преимуществом и открыть игровой счет. Удалось забить гол. В первом тайме я играл справа в полузащите. Просто сыграл по моменту. Замкнул дальнюю штангу и получилось забить гол. Там наверняка ошиблись защитники, пропустили этот мяч, а я воспользовался этим моментом. Во втором тайме страсти накалились. Динамовцы были намерены отыграть пропущенный мяч и вырваться вперед. Но игроки «Буревестника» не уступили лидирующей позиции и забили в ворота военных еще один гол. Игра в целом была очень тяжелая. Видно было накал страстей, очень много было фолов. Каждый хотел победить, но никто не уступал в этом матче. Да, была такая очень хорошая, зрелищная. Сравнять счет и вырваться вперед команде «Динамо-ВЧ» не удалось. Игра закончилась со счетом 2-0 в пользу «Буревестника». Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин